Привет, меня зовут Валерия Рене, я художник-анемалист, работаю в смешанной технике, преимущественно с акварелью. И сегодня хочу вам предложить порисовать вот такую чайку, красивую, необычную, на большом формате. Я использую скетчбук. Здесь у меня бумага то ли целлюлоза, то ли смесовая целлюлоза с хлопком с небольшим количеством. Точно не помню, потому что этот скетчбук мне делала подруга. Но вы можете взять любую бумагу, потому что здесь не будет каких-то сложных техник, и любая бумага должна справиться с теми задачами, которые у нас сегодня есть. Итак, для того, чтобы нарисовать чайку, что мы делаем? Карандашом в первую очередь я отмечаю себе, где у меня будет сама чайка, то есть приблизительно ее размер в листе. Буду делать ее довольно крупной, при этом ноги у нее тоже достаточно длинные, не скажу, что она такая коротышка. И вот таким образом основные точки я наметила, то есть вершинка головы, примерно где брюшко начинается, примерно где крылья заканчиваются и где лапки, то есть земля, на которой она стоит. И теперь я начинаю вырисовывать уже более подробно саму чайку. Для этого рисую вот такую каплю перевернутую, достаточно пухленькую. Дальше шея у чайки будет выглядеть как тоже некий овал. Почему я делаю такой овал? Потому что у чайки в строении, там в ее позе здесь будет тень внизу. Вот она заметно хорошо. И вот эту тень лучше всего показать, если обрисовать некоторый овал. И дальше голова. Но голова, она не то чтобы круглая, а скорее немного квадратная. Или даже с такой острой заостренной лобной частью, точнее макушкой, которая слегка превращается вот в такой квадратик. И когда у нас набросаны основные формы, дальше я стараюсь более пластично показать контуры. Более живописно, более красиво обозначить нашу чайку. Вот таким образом она у нас получается, наша красотка. Обязательно показываю ее место крепления, где лапы. И намечаю слегка хвост. Сами лапы будут по расположению. Я бы сказала больше в правой части туловища. Следите за тем, чтобы по расположению лап было ощущение, что птица уверенно стоит на лапах. То есть, что она не заваливается куда-то вперед. Или наоборот падает назад. То есть, у нее должно быть ощущение такого баланса. Лапки можно сделать слегка изогнутыми по правой стороне. Совсем чуть-чуть. Обязательно показываем сустав. Можно его показать. Я обычно показываю в виде небольшого треугольничка. Расширение маленькое. И дальше вниз идем, спускаемся. И внизу мы показываем, собственно, сами пальцы. У чайки перепонки, как у утки. Это все-таки морская птица. Она привязана к морю. Соответственно, она к нему адаптирована. И у нее есть свои приспособления для того, чтобы в воде чувствовать себя уверенно. Возвращаемся к голове. Здесь довольно большой клюв, который у нас смотрит в правую сторону. Он будет чуть-чуть вниз спускаться. И на конце обязательно крючок. Обязательно. Потому что чайка ловит рыбку, подхватывает ее крючком. И таким образом крепко держит в своем клюве. Тоже, опять же, необходимое приспособление ей для того, чтобы чувствовать себя хорошо в морской среде. И сам глаз будет располагаться над краешком клюва. То есть клюв мы, можно сказать, пополам если поделим голову. Клюв у нас находится в правой части. И ориентировочно занимает нижнюю половинку. И чуть-чуть на верхнюю тоже попадает. А глаз будет располагаться над клювом. В левом секторе верхнем. Он достаточно большой. И вообще чайка такая, немножко суровая. Характерная птица. Обязательно показываем ее зрачок. И вот у нас уже такой прям персонаж появился. Сразу намечаю себе, обозначаю, где у него крыло идет. Потому что крыло будет отличаться по цвету. Оно темное. И, собственно, в данном случае сама птица у нас готова. Мы можем потихоньку переходить к цвету. Единственное, я еще обозначу поверхность, на которой птица стоит. И можно сразу немного прорисовать тень. Тень я прорисовываю и по самой птичке. То есть по ее лапам. И по поверхности, на которой она стоит. При этом здесь очень важно, что в этой части у нас тень падает на лапку и попадает сюда. В этой части тень будет выше. И это важные моменты, которые стоит отделить для того, чтобы убедительно нарисовать саму эту падающую тень. И также от клюва в этой части, вверху, по шее, тоже мы видим такую падающую тень. Которая будет плавненько растворяться с тенью собственной на животе птицы. Это полезно себе обозначить. Не обязательно это делать сразу. Но если у вас мало опыта в рисовании, лучше сразу обозначить вот эти падающие тени. Чтобы потом в них не потеряться и не запутаться. Вот этого рисунка достаточно для того, чтобы приступить к цвету. И собственно теперь будем рисовать саму чайку уже в акварели. Для этого я беру кисть. У меня это кисть белка. Она достаточно маленькая, я бы сказала. Не очень большого размера. И это удобно как раз, чтобы прописывать небольшие детали. И теперь буду работать с цветом птицы. Значит для того, чтобы прописать крыло, я буду использовать замес из ультрамарина и железоокисной светло-красной. Можно в принципе вместо железоокисной взять кадмия оранжевый. И вот этим оттенком я закрываю основную часть крыла. Работаю в один слой, работаю легко, непринужденно. Стараюсь гнать водичку вниз, спускать ее к нижней части. И стараюсь рукой вот легко движения проводить. То есть не делать каких-то сложных, не вырисовывать пируэтов кистью. И сейчас я переключусь на другую кисть. Это синтетика с острым кончиком, кругленькая, небольшая. Это серия хай-тек от Пинакса. И буду использовать уже другой замес и прописывать тени по самой птице. То есть тени на белом участке ее туловища. Почему я взяла другую кисть? Потому что мне нужно более деликатно поработать с головой. Для этого мне проще это делать как раз кистью меньшего размера. И для этого я буду использовать замес из цирулиума. И также возьму железоокисную свето-красную. Замес получается своеобразный. Я бы не сказала, что он прям чистый. Но когда его кладешь в один слой, смотрится вполне себе очень даже уместно и симпатично для белого оперения, для какой-то белой поверхности. Закрываю этим цветом участок за глазом. Закрываю этим цветом участок под глазом. То есть глазницу саму. Также перекрываю вот эту часть под клювом. И пока здесь еще сырая у меня бумага. Она может просохнуть достаточно быстро. Я использую немного охры. И сразу охрой вношу вот такие теплые рефлексы. Которые могут появиться здесь от поверхности, на которой стоит чайка. Дальше для того, чтобы прописать вот эту тень. Я возьму немного к цирулиуму с железоокисной. Добавлю ультрамарин. И дальше тень у меня пойдет более синевато-сиреневая. Здесь очень важно, чтобы были достаточные контрасты. То есть постарайтесь, чтобы вот эта падающая тень была темнее, чем тень собственная на чайке. Тогда это даст ощущение как раз необходимого нам яркого солнечного света. И дойдя здесь до вот этого момента, я быстренько возвращаюсь к цирулиуму с железоокисной без ультрамарина. И продолжаю работать в этой части, аккуратненько закрывая нижнюю часть туловища и соединяя заодно тень падающую с тенью собственной. То есть вот таким образом перекрываю эту часть туловища, закрываю тенью, чтобы показать изгибы на туловище птицы, чтобы показать ее анатомию. Мы же с помощью тени в том числе эту анатомию прорисовываем. И опять же, пока здесь сырая бумага, я немного добавляю охристых рефлексов. Все, как видите, в один слой стараюсь делать. И это секрет того, почему акварель остается чистой и звонкой. То есть по минимуму замесов. И стараюсь работать именно в перетеканиях разных оттенков. Пока здесь у нас подсыхает, но мы можем поработать с лапками птички. Для этого мы возьмем охру. Также я ее соединяю с железоокисной светло-красной. И у нас получается такой рыжеватый оттенок. Можно чуть-чуть добавить капельку ультрамарина, для того, чтобы этот рыжий слегка приглушить. И вот этим цветом я работаю в тени лапок нашей птички. То есть показываю ее теневую часть. Очень важно здесь соблюсти жесткие границы света и тени. Чем четче будет у нас разделение между светлыми и темными участками, тем лучше будет считываться по ощущениям вот эта падающая тень. То есть контрасты при ярком солнечном свете это все. Это очень важно. Этим же цветом можно слегка подчеркнуть клюв. И его нижнюю часть. Следите за тем, насколько просыхает бумага. Если она у вас уже в каких-то участках просохла, особенно там, где нужно оставить резкий переход, четкие линии, тогда мы работаем дальше. Если еще сырая бумага, останавливайтесь и ждите, когда просохнет. Дальше я смешиваю лимонную с кадмием желтым. У меня получился такой красивый насыщенный желтый цвет. И этим желтым цветом я прорисовываю лапки нашей чайки. Можно добавить немного охры и оттенить частично эти лапки, чтобы они были также объемными и не были совсем плоскими и однотонными. Также этим цветом я показываю клюв. И заодно можно железоокисной буквально маленьким мазочком обозначить на конце клюва яркое рыжее пятно, которое присутствует у некоторых чаек. Пока у меня подсыхает эта часть, она мне необходима для дальнейшей работы, но сейчас я не могу туда зайти, поэтому поработаю с фоном. Для фона я возьму белку микс. Эта кисть будет покрупнее, помягче. И использую голубую мглу от Невской палитры. Красивый такой гранулирующий цвет. Но совсем не обязательно использовать именно его. Можно взять ярко-голубую, фталаблю, в общем, какой-то такой насыщенный бирюзовый цвет. Выберите для себя. И этим цветом я закрываю красиво на контрасте фон вокруг чайки. Это помогает выделить рисунок, сделать его эффектным и, соответственно, показать как раз контрасты. Контрастное ярко-солнечное освещение. Аккуратно обхожу по контуру. Чтобы все было ровно, красиво. Чтобы не пошло куда-то, не в ту сторону. Чтобы не закрасить ничего лишнего. И здесь заодно можно потренироваться, оставить недосказанность в фоне. То есть потренировать свое чувствование пятна акварельного. Как его нанести так, чтобы это смотрелось красиво, эффектно, работа не была перегружена. И все было гармонично. Просто обвести по контуру чайку будет не очень красиво, как вы понимаете. Поэтому имеет смысл добавить еще объема вокруг. И чем контрастнее, чем насыщеннее будет фон, тем лучше. Потому что это помогает выделить нам, нашего героя главного, на передний план. И, собственно, еще раз скажу, показать яркое солнечное освещение. Именно за счет этого контраста и получается яркий солнечный свет. Посмотрите сразу, как эффектно это начинает выглядеть. И низ я хочу немножко, наоборот, размыть. Сделать его не таким насыщенным. Сделать его более плавным. С плавным переходом. Более светлые оттенки. Самое главное здесь не спешить, не торопиться и аккуратно работать кистью, чтобы, опять же, не закрасить важные участки. Например, лапы. Чтобы не сломалась анатомия нашего замечательного характерного персонажа. Некоторая имитация волн на заднем плане. И вот он готов. Этот фон чудесный. Как раз уже подсохли крылья. Сейчас я вернусь к ним. Возьму также ультрамарин и железоокисную. Но уже более насыщенно сам цвет использую. Использую синтетическую кисть. Мне теперь важно здесь показать тень. Тень я работаю от верха к низу. К серединке крыльев. И вот такими мазочками отдельными показываю перышки. Прорисовываю немного как строение. Линия самого крыла. Очень важно, чтобы был плавный переход от света к тени. Поэтому и работаю сверху вниз. Поэтому плавно делаю такие переходы. Дальше можно взять какой-нибудь черный цвет. Неважно, какой вы возьмете. Серая пена, нейтрал тинт, марс черный. В общем, то, что у вас есть в вашей палитре. И этим черным цветом немного на конце тоже показать пятнышки. Потому что у чайки такого плана есть темные пятнышки как раз на конце хвоста. Вот посмотрите уже какое красивое у нас и объемное получается изображение. Такой яркий солнечный свет. Немного вижу, что затекла бирюзовая краска на крыло. Но на самом деле меня эти вещи никогда не пугают. Ничего страшного не произошло. Тряпочка в помощь. Она помогает остановить перетекание. Убрать немножко лишнюю жидкость. И дальше можно просто подрисовать краешек. И все. Даже если немного перетечет бирюзового цвета в крыло. Здесь важно контролировать. То есть, чтобы не растекалось все излишне. А если чуть-чуть перетекание, как сейчас остался. Немного бирюзового оттенка в крыле. То это даже помогает соединять наш объект, главный, с фоном, с окружением. Нам осталось написать тень падающую на земле и глаз. Что касается тени. Здесь можно взять ярко-голубую. И я бы к ней добавила немного. Да даже вот этот замес ультрамарин с железоокисной. И можно начать прописывать с ярко-голубой. Причем желательно, чтобы она была темнее и насыщеннее, чем фон. И опять же, так как низ этого пятна, его нижняя часть, сейчас еще сырая. Я спокойно добавляю туда ультрамарин. То есть, я смешиваю прямо на бумаге. И ближе к краю лапок я добавляю к этой всей истории карминовую. Можно добавить хинокридон розовый. Он тоже будет хорошо смотреться. То есть, самое главное, получить такой слегка сиреневатый оттенок. И опять же, следим за контрастами. Контрасты должны быть достаточно сильные. То есть, между светлыми лапками и темной тенью должна быть заметно ощутимая разница. Чем контрастнее будет вся эта история, тем убедительнее будет смотреться солнечное освещение. Ну и, конечно, строгий рисунок. Тоже его соблюдаем. Соблюдаем границы, где у нас свет, где тень. Это помогает тоже создавать ощущение вот этого яркого света и четких, контрастных, не размытых, да, а именно вот контрастных, конкретных таких теней при ярком солнечном освещении. Остался у нас глаз. Глаз у чайки сам по себе желтовато-охристый. Можем вернуться к замесу, который использовался в лапках. И аккуратненько прорисовываем зрачок. Потом по краю можно кадмием, оранжевым или любым другим оранжевым цветом. Тоненькой кисточкой, остренько пройтись, обрисовав контур самого глаза. Ну и в заключение, чтобы не ждать, пока просохнет вся работа, чтобы нарисовать один зрачок, можно использовать либо карандаш, либо гелевую ручку. В данном случае я возьму гелевую ручку и ею покажу зрачок нашей птички. И чуть-чуть обозначу контуры глаза, чтобы это было более заметно. Также можно чуть-чуть показать ноздрю на клюве и в принципе обрисовать простым карандашом некоторые границы клюва более точно, более конкретно. Просто чтобы было это лучше видно. Самое последнее, что мне хочется сделать, это добавить небольшой контраст в крыло, а именно вот таким образом обозначить еще чуть-чуть темных пятнышек на самом оперении, на крыльях и на хвосте птички. И собственно на этом все. Очень классно смотрится в таких зарисовках, они как из путешествий. В путешествиях собственно так я и делаю, но в данном случае, так как мы рисуем с вами условно в студии, можно дополнить этот рисунок из головы до фантазировав и написать что-нибудь типа чайка на пирсе. Уж на каком пирсе, каждый решит для себя поставить дату. И вот такая надпись, она тоже очень классно дополняет весь рисунок. Вот собственно и все. Попробуйте, я уверена, что у вас тоже получится. Желаю вам успехов!